Помещение 0,28. Возможно возгорание. Лед арены окрасился в красный. На всех этажах задымление, работают сирены, звучит экстренное оповещение. Начинается эвакуация. В Ледовом дворце около ста человек. По легенде учений четверо серьезно пострадали. Выбраться сами не в силах. Помогли спасатели. Бывают пострадавшие на свежий воздух, передают скорую медицинскую помощь. Как понял? Прием. Сейчас обезболим, все нормально будет. Лежи, не шевелись. Эвакуационные выходы расположены на каждом этаже, на каждом ярусе. Для людей открыты около 20 путей для спасения. Объект оборудован запасными выходами по всему периметру чаши. Эвакуация у нас с основной арены проходит не более 4 минут. Объект предусмотрен таким образом, расположение эвакуационных выходов, что вся масса людей рассредотачивается равномерно. Пожарные спасатели, полиция, Росгвардия, медики, коммунальные службы. На месте условного ЧП работали больше 80 специалистов и 35 единиц техники. Высота дворца больше 40 метров. До верхней точки не достает даже стрела пожарной машины. Тушить возможно только с воздуха. Вертолет прибыл на место в течение 10 минут. А чрезвычайную ситуацию в Ледовом дворце во время этой тренировки ликвидировали в течение получаса. Олимпийский парк строили к зимним играм 2014 года и проектировали так, чтобы в любой точке находиться здесь было безопасно. Пожарная часть, самая ближайшая, это 3 минуты готовности выезда, например, к большому. Вертолетная площадка, естественно, она находится в ближайшей досягаемости в аэропорту нашем. Но это меньше 3 минут даже времени ему сюда подлететь, в соответствии с тем, что должен прогреться и так далее. Действия специалистов всех служб получили положительную оценку. Серьезных замечаний не было. Ежегодно в Сочи проводят около 80 подобных крупных учений. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.